Приветствую вас, сразу же скажу, что читая ваш текст, меня не покидало чувство, что вы пишете как-то сумбурно немного, пишете как-то странно, как-то, знаете, как будто бы сбиваясь с мыслей, вот, и так далее. С чем это связано, на мой взгляд, очень хороший вопрос, потому что есть моменты, где я практически вас не понял. Итак, мне 37 в разводе мой шпил. Значит, здесь нужно сразу сказать так, что вы выбрали себе мужчину, да, который злоупотреблял, и злоупотребляет, наверное, до сих пор алкоголь. То есть, вы выбрали себе такого, знаете, ребенка в пар. Этот выбор, то, что вы выбрали себе именно такого мужчину, чем того условия. Конечно, сложно сказать, чем именно, но полагаю, что, скорее всего, чем-то в детстве. чем-то в детстве у вас обусловлен этот выбор, и с этого, я полагаю, и нужно начинать разбор вас. Как развелись с мужчиной со своим, как переживали развод с мужчиной, с мужчиной. Какие выводы, может быть, извлекли из того, что, ну, из того вот, что у вас случилось, что между вами произошло. Это все важно, поверьте, очень важно, эти все моменты очень-очень важны, если мы хотим понять, что с вами происходит. Далее вы пишите о том, что с вашим настоящим, теперешним мужчиной, вы познакомились на сайте знакомств. И он, что интересно, младше вас. Давайте для начала спросим у вас так. Почему вы не знакомились на сайтах знакомств? Почему вы не знакомились в процессе, например, своей деятельности? Почему вы не знакомились на каких-то мероприятиях? Чем обусловлено то, что вы именно на сайте знакомств выбрали себе мужчину? Далее. Вы говорите, что этот человек женат. Здесь тоже важный момент. Ведь он женат. И если он женат, то это значит, что он не свободен. По крайней мере, бога. Если даже он не вместе со своей женой, то это ничего не значит. Абсолютно. Он может быть и не за своей женой, но он женат. И пока он уже женат, он не является свободным. Вас почему-то это не тревожит. То есть, вы говорите о чем угодно, только не о том, что мужчина-то, собственно, женат. И с вами он даже если захочет, быть пока не может. Потому что не свободен. Понимаете? Если он не свободен, то есть, если он до сих пор от своей жены не ушел, значит, его устраивает эта ситуация. Она ему нравится, она его удовлетворяет. А это, в свою очередь, означает, что и с вами ему удобно. Далее. Общение ежедневное. Обсуждаем настроение, планы дела, а интересы общие у вас есть. Встречу редки Я один раз в неделю хочу ежедневно А он Чего он хочет? Ну вот вы говорите, что Вы хотите ежедневно Я понимаю вас Но нужно ведь Ориентироваться на то Чего хочет человек Чего хочет мужчина Если вы видите, что он Например Не хочет Треться с вами Чаще одного раза в неделю То Почему вы от него требуете Этого Зачем вы требуете от него Этого Того, что он дать вам Не может Видимо Понимаете, да? О чем идет речь? Он сам настаивает Первый Писнет всегда Ну его Инициативность Она Может Ничего не означать Совершенно То есть Мужчина Может это делать Просто Потому что Без 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 Каких-либо Ожиданий Другое дело Что Вам Вам важно То, что он Писнет 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 Первый И весь вопрос Опять же Почему Вам это нужно Вы от этого Зависите Вам это важно В чем И почему Это важно Для вас Так Поднакомились на сайте Знакомств Об этом я говорил Да? Почему вы Поднакомились на сайте Знакомств Чем было Оботкровено Ваш выбор Почему не знакомились В реальном мире В реальной жизни Разница Очень смущала Ну В возрасте Вы имеете ввиду Он убедился Что может быть Интересным Что сильный И самодостаточный То есть Смотрите Во-первых У вас Есть Определенные Взгляды Относительно Того Каким Должен быть Мужчина Мужчина Вас Убеждает То есть Он Понимает Скорее всего Что Ну Какой Вам Нужен Человек Да? Какой Вам нужен Мужчина Он это Понимает Он Вам Таким И Кажется Потому что Знает Что Только так Он Сможет С вами Быть Завоевывает Вас И Собственно Что Происходит Дальше Ну У Без нас Есть Стрелые Пары Когда Женщина На 10 Более Лет Старше Не в этом Суть Вот Здесь Непонятно Это Не в этом Суть Это Его Слова Или Не в этом Суть Это Ваша Слова Если Не в этом Суть Это Слова Ваши То Я Вас Разочарую И На самом Деле Это Очень Важно Потому что Если Вы Выбираете Себе Мужчину Который Младше Вас То Так Или Мягче Все Равно Вы Будете Его Воспринимать Как Ребенка И Вести Себя С ним Будете Как Ходитель Что Кстати Говоря Уже Вы И Делаете Вы Уже Ведете Себя С ним Как Родитель Не знаю Замечали Заметили Вы Этого И В Этого Или Нет Он Нигде Ча Не Хотел Плюс Свой Бизнес Сам Умеет Построить Гараж И Отремонтировать Скоростной Дорогой Авто С деньгами Иногда Пусто Почему Так То есть Человек Не умеет Драться Деньги Правильно Я понимаю Совсем Не заботится О своем Здоровье Не стал Лечить Почкой Попал В больницу Приступом Язвы И Как Вы К этому Относитесь Как Вы Это Интерпретируете И так Далее Понравилась Его Аватар Далеко Не в Деньгах Счастье И Картинка Со Сцены На берегу Мори Со Спины Но Помимо Того Что Аватар Может Ничего Не Значит Вообще Вы Обратили Внимание На то Что Ценно Вам Это Делание Деньга Хотя Про удовольствие Вы говорите Про свои Зывания Вы говорите И Смотрите Что У него То Начальник Отдела Плюс Свой Бизнес Интересно Ага Для вас Это Имеет Значение Если Да То Как Какое Ну Вот Что Он Начальник Отдела Какое Значение Вы Складываете В Картинку Отца И То То Копите Негатив И Он У 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 Давайте Попробуем Подумать С вами О То Почему Вас Негатив Вообще Копит Ну У У У У У У У Негатив До сих Пор До сих Пор Он Не Разведен Вот Вопрос Почему Вы Чувствуете Негатив С чем Негатив Свят Тем Что Вы Не Получаете То Чего Хотите Но Почему Вы Должны Получать То Чего Хотите От Него Ведь Это Ваше Желание Это Вы Хотите И Это Мужчина Вам Не Дает Но Вы Как Бы Продолжаете От Него Требовать Этого Это Получается Такая Детская Тазиция Тазиция Хочу Ты Должен И Поскольку Вы Уже Получается От От Человека В Зависимости В Некоторой Находитесь Эмоциональной Психологической Не Особенно Важно То С С С С Отношениях Вы Можете Быть Только В Том С С Сейчас Сейчас Если Он Будет Также Зависим От Вас Причем Эти Отношения Не Будут Здоровыми Потому Что Они Будут Основаны На Зависимости Понимаете Да О чем Идет Речь Так Начин У вас Взрывной Характер Вы Бунтуете У вас Копится Негатив Это Проблема Взаимоотношениях С 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 Ну Допустим Который Должен Реагировать На Вас Так Как Вы С С С С С С С С Ну И Соответственно Действовать Он должен Так же, как вы считаете нужным Либо вы воспринимаете его Как своего родителя В некоторой степени И взаимодействуете с ним Пытаетесь взаимодействовать с ним Так же, как с родителем Пребуя от него Того, что, может быть, он Может дать Того, что, может быть, он Хочет дать Но не дает И здесь совершенно не важно Почему? Понимаете? Совершенно не важно Почему человек не дает вам Того, чего вы хотите Абсолютно Он либо дает, и вы принимаете Либо он не дает И вы Так же принимаете, либо нет И все То есть, ваше право Ваше право либо принимать его Либо нет Либо принимать То, что он может реально дать вам Либо нет Но не так Как вы действуете Вот именно В данный момент Потому что в данный момент Поведение у вас действительно Деструктивное И связано оно В первую очередь с тем Что вы Хотите Получить от человека то, что нужно вам Не точно Он может вам дать Так Сглашивает Молит равной характер Значит Смотрите Получается как Пока Вас Сглашивают Все в порядке Если Сглаживать перестали То сразу проблема Правильно я понимаю Возникает вопрос Когда Вопрос О вашей ответственности То есть Где И как Вы Ответственны За эти отношения В чем Если угодно Проявляется Ваша Ваша ответственность Я сейчас Не говорю Кстати Про Вашу Инициативу Про То что вы Вступили с ним В интимные отношения Самостоятельно И так далее Я немножко про другое говорю Я говорю о том Если он вас Завоевывает И Разглаживает Углы Ну допустим Углы Вашего характера Не самого Легкого Легкого Да Например Что делаете вы Далее Меня утром Встречали Святые На лобовом Стекле Апто На стенах Подъезда На улице Варки Итп Приезжал За минуту Просто узнать Где я Просто Чтобы Увидеться Ну то есть Это такой Концентно Букетный Период Романтичный Период Предлагал Привезти обед Собственно Ручно Приготовленный Когда узнал Что я работаю Без обеда Ремонтировал Мое Авто Договорился О замене Резины Итп Действие Забота Нет Это не забота Это не забота Это завоевание Вас В том то и дело Вы путаете Заботу И завоевание Мужчина Вас завоевывал И добивался А вам Нужна Забота Потребность Которой Вы Возможно Имели Всегда Ну то есть У вас всегда Была эта Потребность В Заботе Вероят Но Либо Вы ее Не осознавали До конца Либо Она у вас Проявилась Ну Сильно Достаточно Только Сейчас То есть Тут конечно Тоже Нужно Разбираться Довольно Досконально Лучше Не спешить С такими Моментами И выводами Но я думаю Так Что вы Вот Вы Путаете Заботу И Добивание Ну Завоевание вас Вы путаете И Путаете Вы Не просто Так То есть Это Не Из ниоткуда Взявшаяся Модель Модель Поведения А Это Модель Поведения Связанная С вашими Потребностями Вы Нуждаете Заботе О Себе И Соответственно Соответственно Нужно Выяснять Откуда У вас Откуда У вас Такие Проблемы Связанные С Отношением Себе То есть Если вы Нуждаете Заботе Если вы Нуждаете В том Чтобы Вам Например Мужчина Доказывал Подсказывал Что Вы Ему Нужны Что Вы Значимы Что Вы Ценные И так Дали И так Дали И так Дали Это Значально Что У вас Возможно Есть Проблемы Тем Самым Только По Обношению К Себе Конечно Это Пока Не Точно Это Пока Не Точно Потому Что Нужно Выяснять Но Я Думаю Что Как Секая Гипотеза Относительно Вас Вполне Подходит Именно Как Гипотеза Я Тогда Не знала Про его Бизнес Пишите Вы И Т.п. В тот Момент Когда Узнала Плюс Появились Общие Знакомые Действия Прекратили От Много Слов И Обещаний И Его Ревности Вот Где-то Непонятно Где-то Непонятно Вы Говорите Что Когда Я Узнала О Его Бизнесе Плюс Появились Общие Знакомые И Действия Прекратили Его Поступки По Отношению К вам Но Простите Это Что Не Случилось Внезапно Скажем Так Пермонент Наверное Нет Значит Вы Сперва Например Узнали У него Про Бизнес Потом Появились Общие Знакомые Ну Это Я Просто Качество Пример Появились Общие Знакомые И Потом Появились Общие Действия Например Например Как И Почему Каждая Из Этих Событий Влияло На Него То есть Если Действия Прекратились И Вы Заметили Что Действия Прекратились И Вам Это Не Понравилось То Зачем Вы Продолжали Это Терпеть Для Чего Вы Продолжали Это Терпеть Ради Чего На Что-то Надеялись Чего-то Хотели Там И Так О Терпеть Я Хотел Бы У Вас Вы 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 В Потому Что На Мой Взгляд Это Очень Важный Момент Остав Много Слов Объяснения И Вуретности Но я полагаю, что скажу банальную фразу сейчас, но мужчины судят по поступкам, а не по словам. Во-первых, во-вторых, ревность на каком основании. Ведь если вы, допустим, разведены, а мужчина до сих пор женат, то если кому-то, кому и надо ревновать, то вам. Ну, логично, надеюсь. Тем не менее, ситуация откладывается так, что ревнует он по отношению к вам. Вот я и хотел бы понять, как у вас это происходит. То есть, где-то здесь предошел сбой. Либо вы зарекомендовали себя как родитель, в котором он теперь нуждается. И нуждается сильно, раз ревнует. Но при этом нуждаешь. Знаешь, видимо, что вы никуда не денетесь от него. И поэтому действия активных не предпринимают. Либо вы для него, вы его сделали своим родителям. И, соответственно, мужчина чувствует, что вы должны ему, ну, там, принадлежать. Там, например. В любом случае, ревность чувствует эгоистично. В любом случае, ревность есть неуместна. И в любом случае, ревность связана со страхом быть в одиночестве. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше слова о том, что я его стесняю. Видимо, есть комплексы у него. А почему вы, говорят, что комплексы у него, как бы игнорируете то, что мужчина говорит о вашем стеснении? То есть он говорит о том, что стесняетесь вы. Вы не говорите о его комплексах. Согласитесь, но согласитесь, что данная позиция несколько странная. Он говорит, что стесняетесь его вы. А вы говорите, что комплексы у него. То есть это, по меньшей мере, немножечко странно. Такая вот интерпретация. С другой стороны, если комплексы у него, как вы говорите, если мы представим, предположим, что комплексы действительно у него, то зачем вам мужчина, у которого комплексы? Для чего вам такой мужчина? Разве этого мужчину, такого мужчину вы хотели для себя? По-моему, нет. По-моему, вы хотели немножечко другого мужчину. Ну, как это вот я увидел. По крайней мере. И мы имеем, в итоге, противоречие. Противоречие ваших мотивов. Одно, я сказал, что боится, боится чувств, любви. Спрашивал, не влюбилась ли я. Но это, скорее, бег от ответственности у мужчины. И я думаю, что подобное поведение связано лишь тем, что он действительно боится сближаться. Вот. Но именно нежелание, именно нежелание сближаться с вами, не означает именно страх. Ладно просто, что он не готов. Вы этого, как будто, не принимаете. Ладно, именно поэтому и действия прекратились с его стороны к вам. Потому что он боится, что это зайдет, ну, слишком далеко. Да, то есть, вот он увидел, что есть действия какие-то с его стороны. Он увидел, что он что-то делает для вас. Он увидел, что уже есть у вас там общие знакомые, да, с которыми вы проводите время, дела там и так далее. И мужчину, скорее всего, это, естественно, напрягло. Потому что он еще, не забывайте, он еще от первого брака не отдалился, не отошел, не развелся. Несмотря на то, что они не вместе, как вы говорите. Все равно не развелся, не отошел, тут уже новые отношения. Меня вас беспокоит потеря моего доверия к словам мужчины или я что-то делаю не так. Непонятно. Если вас беспокоит недоверие к словам мужчины, то это правильно. Потому что мужчине нужно верить не слова, а действия. Как я уже сказал, не слова важны, а действия. Поэтому здесь ваша позиция правильная. Здесь ваша позиция адекватная. Потому что действия у мужчины действительно перестали быть. но он не обязанных делать. Вы еще даже не живете вместе. О каких действиях совместных идет речь? Другое дело, если вам это нужно. Понимаете, да? Если у вас потребность. Вот это другой вопрос. Но недоверие, недоверие вашим мужчине нормально. И сейчас. Вы не написали сколько времени вы вместе, но в любом случае доверие сразу не возникает. Вы расслабились из-за его заботы, из-за его опеки. Потому что вам это нужно. И вы напряглись. Как-то когда он перестал вас тогда будет. Но это не означает ни наличие, ни отсутствие доверия. Напряжение и расслабление ваше связано только с вами. И все. Тут абсолютно не причем вот то, что вам нравилась его забота или не нравится то, как он себя ведет например, сейчас. Опять же, вы испытываете недоверие потому что потому что а вы не получаете того, чего хотите от мужчин. Ну вот, не получаете от него и все. Вот это да. Это действительно так. Но повторяю. к недоверию или доверию. Это отношение не имеет. Вы пишите, или я что-то делаю не так. Вы определенно что-то делаете не так. И для начала для начала для начала вот то, что вы делаете не так это именно вот этот вот аспект что забота нужна вам заботе нужна если вы а мужчина должен вам это давать. потом когда он перестает это делать вы тоже начинаете фрустрировать и фрустрируя фрустрируя как бы начинаете на него сливать негатив свой. Ну, претензии вот это все это по сути и есть то, о чем я говорю то, о чем я пытаюсь вам сказать надеюсь, что вы меня услышите ибо это очень важно далее например ожидание и неполучение ведет к агрессивному недовольству да, это неправильно это неправильно ожидание быть не должно потому что человек вам еще раз повторю ничего не должен и вы не вместе он даже не разведет агрессивное недовольство это проблема ваша никак не его агрессивное недовольство это это неестественная реакция человека любого человека на разрыв с объектом с объектом удовольствия то есть вот когда вас заботится все все в погадке все хорошо когда о вас перестают заботиться вы тут же начинаете реагировать болезненно да почему почему так потому что вы теряете свое ощущение вы теряете себя теряете свои представления о себе такие вот как вам хотелось теряются то есть получается что ваша самооценка ваше ощущение себя возможно даже ваше представление о себе зависит от того как будет поступать и как будет себя вести мужчин это неправильно это неверно и да так не должно быть быть так не должно быть не потому что это плохо вообще вообще хотеть чего-то для себя это нормально было бы странно если бы вы не хотели это не нормально то что вы хотите этого от других ведь пока еще я повторяю вы не замуж за ним он не ваш муж и соответственно он не обязан не должен потому что вы чужие люди ну да он захотел что-то сделать примите хорошо дело спасибо не захотел ну и ладно я сама или ладно другое сделать для меня удовлетворение моих пожеланий это и есть подтверждение того что я дорога и нужна ну смотрите он этого не делает да вот тут я ничего говорить вам не буду потому что это ваше право так считать он не показывает вам что вы ему дороги да не показывает соответственно вы не чувствуете себя ценной для него а это в свою очередь означает что что вы сами себе своим принципом своим мотивом изменяете то есть вам мужчина дает понять что вы ему недорогие вы это терпите вы это терпите и продолжаете вы с ним вопрос в том для чего и ответ все тот же самый вам нужна от него работа вы хотите ее получить это если я говорю что хочу не часто кто это определяет мне это действительно нужно и как итог мне мною вас отдастся в стране ну во-первых если вам что-то нужно то нужно сперва разобреть возможность получить это самостоятельно это первое второе никто не запрещает вам говорить о своих желаниях ну кому-то да например вот мужчине допустим вы хотели сказать чего хотите сказали проблем нет но мужчина про этого не делает и по большому счету не важно почему он это это не сделал оправдывается он перед вами не оправдывается он перед вами он этого не сделал если чего-то не сделал то можно всегда сделать потом правильно речь можно всегда сделать ну позже немного но он и этого не делает значит это значит что вы ему недорогие либо считает что вы уже его вы принадлежите уже ему знаете о чем идет речь кроме того он может быть не знает что вами воздался строение да и дело не в реакции дело не в том что вы отдадите вас понимаете понятие ты мне я тебе если человек делает для другого он делает просто так если вы хотите это сделать вы тоже сделаете просто так но никто не обязан удовлетворять ваши пожелания и то вам это нужно действительно не означает что мужчина должен это для вас сделать именно этот мужчина не обязан вчера вам предложил помочь отремонтировать мою балконную дверь дома у меня не было никогда у меня была очень негативная реакция я грубо ответил на что достаточно общения как есть а пустые слова надоели вкратце суть и прекратил диалог что значит вкратце суть почему была очень негативная реакция вы понимаете что негативная реакция ваша это чисто ваша проблема вы понимаете что мужчина может быть не в курсе того что у вас есть такие реакции и такой и какой-то негатив внутренний вы понимаете что мужчина может быть предложил вам это от чистого сердца ну то есть может быть там и не было ничего серьезного но предложил он вам это от чистого сердца вы отреагировали негативно и у мужчины не важно как теперь будет ассоциация будет ассоциативный ряд который будет появляться каждый раз когда он вам что-то предлагает а вдруг вы отреагируете негативно а вдруг вы сделаете что-то ну как-то вот его заденется например понимаете да и с причинами вашей негативной реакции нужно разбираться потому что улучшается реакция у вас а страдает мужчина это неправильно я на нем не зацикливаюсь я очень-очень хотел а вот почему вы это написали если на нем не зацикливаетесь если вам пришла в голову вот эта мысль значит зацикливаетесь я очень-очень хотел жнутые розы и что здесь поделилась эээ желанием и призыванием это мое желание проигнорировано а и призыванием это мое желание проигнорировано то есть пожаловались то есть по сути дела детскую детскую позицию включили ну вот мой молодой молодой человек ага отец родитель в данном случае плохой не удовлетворил мои желания и другой кто прислал вам вам это прислал вам это дал кстати то что то что другой молодой человек тоже младше вас это уже тенденция выбирать мужчин младше себя может быть вы не боитесь раного мужчину и пытаетесь все таки подавить людей которые рядом с вами он не знал о не реализованном моем желании и он не рядом почему удовлетворение от своих желаний перетеливаете на других людей на чужих вам людей точнее не понимая мотивы секс был один раз по моей инициативе на зло тому что не получилось ранее просто взяла и все вам не кажется это странным что вы берете секс на зло сами просто взяла и все какое-то подавление неуважение личных границ человека его его потребности вам нужно было вы захотели и взяли опять же ваше желание я хочу сейчас его нет он иногда говорит но не настаивает значит не очень хочет вы его не привлекаете потому что возможно он не видит вас женщину такая такой какая ему нужна ваше поведение оно не поведение взрослого понимаете а взрослого мужчину не взрослое поведение не возбуждает не возбуждает ну далее вы пишите что на аварию попал ну короче не получалось его как раз издала его может врет не имеет привычку предупредить об изменении плана ну помимо того что это вообще поведение 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 человека то вы либо принимаете его либо нет еще и момент то что вы ждали его три раза это ваш выбор вы захотели его ждать вы его ждали хотя уже после первого раза можно было четко сказать дорогой я не из тех кто ждет дорогой я не из тех кто как бы добиться в ожидании если хочешь меня приезжай ко мне домой я всегда готов ну или соответственно без если хочешь меня приезжай бери меня и вези куда так куда то и все ну вы знали значит позволили себе ждать значит у вас есть мотивы вам свои мотивы понять нужно а не его то что вы пытаетесь его мотивы понять это тоже говорит о том что вы бежите от ответственности и в первую очередь от своей ответственности за себя встречи теперь почти нет он как бы сказал что проблема и не хочет чтобы мне навредили недавно его шкурку попортили ах какие проблемы он подрался что ли это напоминает благовидный предлог для отдаления вас потому что вы ему не очень понравились в плане поведения может быть он вас защищает конечно может быть но обычно защищает немножко иначе его его ревность то есть чувство собственничества да общение по вайберу часто а вот не надо общение по вайберу не надо кто вам не хочет сказать ему что я хочу с тобой общаться но только лично а не по вайберу хочешь со мной поговорить приезжать постоянные пустые обещания без моих просьб просто узнав о проблеме со слов или увидев из страны куплю например когда узнал что телефон разведился а зарядки в авто не купил сделаю например погреет у меня обои сам когда я поделюсь что мастер заборол мне ремонт сделал заберу вечером когда отвозил меня на корпоратив и заснул ну заснул это убедительно а вот все остальное такое ощущение что мужчина либо не уверен что это нужно вам либо не уверен что это нужно ему либо чего-то боится но в любом случае это поведение нерешительное мужчину в первую очередь потому что вы ведете себя по отношению к нему нерешительно и возлагаете на него чрезмерные ожидания мужчина чувствует ответственность и возможно пытается ей как-то соответствовать но не разъягивает подпиши ли вы соответственно это все подкупает так как обещает то что я хотел бы получить а сами то почему не получите сами то почему не возьмете телефон не наймете другого мастера не попросите кого-то другого более надежно вас отвезти сами то почему не делаете вы говорите это как банковка для ослика но у ослика выбора нет у вас выбор есть вы добровольно стали осликом и последним он принес отпуск на период моего отпуска купил билеты и теперь в ожидании нашего совместного отпуска кто в ожидании вы или он я с детьми и он с сыном с женой с женой нет отношений как он говорит неприятно быть осликом так выпишите я с детьми он с сыном с женой нет отношений к чему вы это сказали? к чему вы это написали? вы с детьми он с женой он с сыном хорошо вы пишете про отпуск тут же говорите что я с детьми он с сыном то есть вы едете в отпуск так причем здесь жена если вас это волнует оставьте условия оставьте условия пока ты не развелся с женой я к детьми близко не подойду вы сейчас не очень это требуете сделаете секс берете вот он и понял что мы зависимы от него опять же если он вам врет ну известно на недоверие то может быть и про жену тоже врет понимаете? неприятно быть осликом но так хочется все что он обещает а вот пока вы руководствуете своими желаниями только пока вы ребенка включаете внутреннего вас и будет ослик ослик это кто? животное животное движимое чем? инстинкциями вот и вы движимые инстинкциями и поэтому вы ослик а он он использует ваши инстинкции как хочет плохо это нет вы позволяете если устраивает вас это продолжайте если не устраивает переставайте быть осликом но ведь дело что с начала дело не для заботы он 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 делал это чтобы вас завоевать а не для того чтобы даботиться о вас на постоянной основе так и верить не могу внутренний конфликт и вроде бы настроить от него ничего не нужно пусть и самотек не рубить и не зацикливаться но по ощущениям я в пальце прячусь как будто хотеть ничего нельзя и мои желания пусты и не на пользу мне это по внутреннему самоощущению вот здесь вообще непонятно и верить не могу почему конкретно почему не можете верить внутренний конфликт опять же в чем всего с чем настрой от него не ждать нет настроя ничего не ждать вы хотите ваши желания они нуждаются в удовлетворении но в правильном удовлетворении ваше желание не пусты это проблема с самооценкой то что вы считаете что не может ничего хотеть это проблема с самооценкой и непринятия себя то что вы прячетесь в пальце это опять же проблема ваша это личностный рост вам нужен вам нужна работа по личностному росту есть мои желания я имею право их удовлетворять но только за свой счет и за счет того кто хочет это делать кто не хочет кто не делает это его право видите как вы не позволяете хотеть себе и не позволяете хотеть другому человеку получаете вы не позволяете чего то себе и не позволяете другому возможно именно поэтому у вас и брак первый остался кстати нужно понять почему он остался почему вы выбрали мужчину алкоголика Так Обида Обида это детская позиция Обида это детская позиция То есть обида это Восприятие на свой счет Того это делает другому человеку Это из детства Помните во времена детства И эгоцентризма мы думали Что все это происходит все из-за нас Все это из-за нас все это Или нас обидит Вот, это вот обида отсюда Деструктивно, да Деструктивно Я запутан Что мне можно сделать Ну для начала Обдумать то что я сказал Потом наверное То что вы Обдумаете результат Отговорить С психологом Записаться на регулярную терапию Потому это Главное нужно Презработать Развод Предыдущий брак Свою материнскую позицию Свою детскую позицию Детко-родительские отношения Учиться быть взрослым Самостоятельным Ну в большей степени Самостоятельным Вот Навык приобретать Не обижаться Навык конструктивного общения Повышать эмоциональный интеллект Лучше осознавать Что с вами происходит Сознавать Что с вами происходит Но начинать нужно С того что Обдумать что то я сказал Почему меня не интересовал Такой вариант На этот вопрос я вам Ответил И несколько раз На этом все Надеюсь что Помог вам Если у вас остались Дополнительные вопросы Пишите в личку Буду рад помочь Если вам Понравился мой ответ Буду благодарен Если Сделаете его лучшим Ну и Надеюсь На оценку моего труда Желаю вам Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова